Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! С вами Роман Карасев, и сегодня давайте посмотрим на статистику выступления сборной команды России на чемпионатах Европы, ну а также и другие страны, раз посмотрим, как они выступали. Чемпионаты Европы по дзюдо с 2009 по 2021 года. В этот период было проведено 13 чемпионатов, которые проходили под эгидой Европейского союза дзюдо. Сборную России с 2009 года по настоящее время возглавляет Эдсо Гамбо, он был главным тренером, а на сегодняшний день генеральный менеджер команды. На сегодняшний день, на 2021 год, тренерский штаб состоит из двух главных тренеров, одного женской, одного мужской команды, восьми старших тренеров, восьми тренеров, одного специалиста, трех врачей, шести массажистов, одного руководителя комплексной научной группы и двух начальников спортивных команд. В составе команды также работает пять иностранных специалистов, всего 31 человек. Давайте посмотрим теперь на статистику командного медального зачета чемпионатов Европы с 2009 по 2021 год. Первый чемпионат Европы 2009 год. Тебилиси. 39 стран, 260 спортсменов. Первое место Россия. Пять золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Второе место Франция. Две золотые, две бронзовые медали. Третье место Украина. Одна золотая, две серебряные медали. 2010 год. Вена. 44 страны, 297 спортсменов. Первое место Венгрия. Две золотые, три серебряные, две бронзовые медали. Второе место Россия. Две золотые, две серебряные, одна бронзовая медаль. Третье место Румыния. Две золотые медали. 2011 год, Истамбул, 45 стран, 422 спортсмена Первое место сборная Франции, 4 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые медали Второе место сборная России, 1 золотая, 2 серебряные, 5 бронзовых медалей Третье место сборная Португалии, 1 золотая, 2 серебряные медали 2012 год, Челябинск, 45 стран, 377 спортсменов Первое место сборная России, 5 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая медаль Второе место сборная Франции, 2 золотые, 1 серебряные, 3 бронзовые медали И третье место сборная Румынии, 2 золотые медали 2013 год, Будапешт, 44 страны, 360 спортсменов Первое место сборной Франции, 4 золотых, 1 серебряные, 7 бронзовых медалей Второе место сборная Грузии. Три золотых, три серебряных и одна бронзовая медаль. Третье место сборная России. Две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. 2014 год Монт-Пельер. 43 страны, 321 спортсмен. Первое место сборная Франции. Шесть золотых, четыре серебряных, три бронзовых медали. Второе место сборной Грузии. Две золотые, две серебряные медали. Третье место сборная Нидерланды. Две золотые, одна серебряная, одна бронзовая медаль. Сборная России остановилась на четвертой ступеньке. С результатом одна золотая, две серебряные, три бронзовые медали. 2015 год Баку. 49 стран, 388 спортсменов. Сборная России. Первое место. Три золотых, одна серебряная и четыре бронзовых медали. Второе место Нидерланды. Три золотых, две бронзовых медали. Третье место Грузия. Две золотые, две серебряные, одна бронзовая медаль. 2016 год Казань. 46 стран, 394 спортсмены. Первое место сборной Франции. Пять золотых, одна серебряная, одна бронзовая медаль. Второе место сборная Грузии. Две золотые, три серебряные, две бронзовые медали. Третье место сборной Нидерланды. Одна золотая, одна серебряная, две бронзовые медали. Сборная России остановилась на шестоем месте. С результатом одна золотая медаль, три бронзовые медали. 2017 год. Варшава. 41 страна, 369 спортсменов. Сборная России. Первое место. С результатом 2 золотые, 3 серебряные, 4 бронзовые медали. Второе место. Сборная Франции. 2 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые медали. Третье место. Сборная Украины. 2 золотые, 1 серебряная медаль. 2018 год. Тель-Авив. 44 страны, 368 спортсменов. Первое место. Сборная России. 4 золотые, 1 серебряные, 3 бронзовые медали. Второе место. Сборная Франции. 3 золотые, 2 серебряные медали. И третье место. Сборная Бельгии. 1 золотая, 1 серебряная медаль. 2019 год. Минск. 49 стран участвовало. 390 спортсменов. Сборная России. Первое место. С результатом 2 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые медали. Второе место. Сборная Грузия. С результатом 2 золотые, 1 серебряная, 4 бронзовые медали. И третье место. Сборная Франции. 2 золотые, 3 бронзовые медали. 2020 год. Прага. 40 стран, 345 спортсменов. Первое место. Сборная Франции. 5 золотых, 3 бронзовых медали. Второе место. Сборная Россия. 3 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая медаль. Третье место. Сборная Грузии. 1 золотая, 1 серебряная, 4 бронзовые медали. 2021 год. Лиссабон. 45 стран, 359 спортсменов. Первое место. Косово. 2 золотые, 1 бронзовая медаль. Второе место. Турция. 2 золотые медали. Третье место. Франция. 1 золотая, 3 серебряных, 4 бронзовых медали. Сборная Россия на шестой ступеньке. С результатом 1 золотая, 1 серебряная, 5 бронзовых медалей. За период с 2009 по 2021 года сборная Россия 6 раз поднималась на первую строчку в медальном зачете. 3 раза занимала вторую строчку и 1 раз заняла третью строчку. А также осталась вне тройки лидеров. Это в 2014 году заняла четвертое место, в 2016 году заняла шестое место и в 2021 году также заняла шестое место. В итоге за 2009-2021 года сборная России была лидером на чемпионатах Европы в медальном зачете сборных команд. Второй дзюдоистской страной в Европе является сборная Франции, которая 5 раз становилась первой, 4 раз становилась второй и 2 раза поднималась на третье место в медальном зачете. Третья дзюдоистская страна в Европе сборная Грузии, которая 4 раза поднималась на вторую ступеньку, 2 раза занимала третье место в медальном зачете. Это была статистика чемпионатов Европы под дзюдо, сборная России и другие страны с 2009 по 2021 года. Спасибо за внимание. С вами был Роман Карасев. Вы смотрели видеоканал Планета дзюдо.